Добрый день Полтава, здравствуй Украина. Наконец-то я добрался до офиса экстренной медицинской помощи. Извините Юрий Александрович, что долго не было, но у нас в городе такие события, что тяжело вырваться, все время приходится мониторить. Что за последнее время у нас происходит, как у вас дела? Экстренная медицинская служба работает как всегда в обычном режиме в своем, такого значительного, я бы не сказал, что что-то из ряда вон выходящее, но по количеству вызовов некоторый рост есть сейчас, но он всегда связан с сезонным изменением погоды, потом люди выезжают на дачи, обостряются хронические болезни, поэтому некоторый рост на 5-10% рост количества вызовов. Все-таки ощутимо. Да, это есть. Если говорить про чрезвычайные события, то за эти сутки был сбит ребенок 10 лет в Полтаве троллейбусом, да, и госпитализирован в детскую городскую. Что у него там? Там травмы, сейчас выясняется, что конкретно мы не знаем, потому что травмированный ребенок доставлен в больницу. Но опасного ничего? Насколько я знаю, нет. Кроме того, был сбит в Кременчуге мужчина 45 лет, с легкими ссадинами доставлен в больницу. Столкнулась три фуры в Миргородском, в Решетиловском, извините, районе. Там один тяжелый пострадавший и один легко травмированный мужчина. Производственная травма в Миргороде пострадал при выполнении служебных обязанностей следователь с ножевыми ранениями, тоже нетяжелыми, доставлены в больницу. Вот. И такой казусный, курьезный случай в Кременчуге был вызов на скорой помощи на роды на дому. Это иногда бывает периодически. По разным причинам. Здесь причина непонятна, потому что когда вызвали молодые люди 26-27 лет, семейная пара на квартире, но когда приехала бригада, условием мужа было, что они не должны осматривать женщину и ребенка, который уже родился к этому моменту, и потребовал ввести определенный препарат медицинский. Бригада, естественно, отказалась, после чего он вытолкал бригаду с квартиры. Но поскольку бригада видела, что ребенок рожден, и это, в общем-то, ситуация угрожающая жизни женщины и ребенка, сообщили в полицию, скомплектовали бригаду из детского анестезиолога, акушер-гинеколога, роддома Кременчугского, из полиции выехали повторно. Повторно снова бригаду, в общем-то, не пустил вообще хозяин дома в квартиру скорой помощи, но пустил полицию и анестезиолога, акушер-гинеколога. Насколько нам известно сейчас, в общем-то, там все нормально и с ребенком, и с женщиной, но, в общем-то, никаких подробностей нет, что является причиной. Может вероисповеда, или религиозные какие-то, или, может быть, какие-то новомодные течения, которые периодически, к сожалению, возникают, то роды в ванне, то роды где-то на природе, то, в общем-то, причина нам неизвестна. Но такой курьезный случай, вот там сейчас разбирается, чтобы адекватно оказать помощь. Бывают и такие моменты. Ну, кроме того, мы за последние несколько дней активно учили население оказание домедицинской помощи. У нас сейчас и сегодня идут активно занятия, и завтра мы за неделю порядка 300 человек в лечебных учреждениях, в учебных заведениях. Обучаем домедицинской помощи, работаем четыре инструктора наших врача с высшей категории, работают на четырех площадках одновременно. Перед этим мы проводили занятия в управлении государственной службы чрезвычайных ситуаций, проводили для сотрудников. И на следующей неделе организуем более активное еще обучение на территории соседних районов. Так, у вас все? Да. У меня есть вопрос. Прохожу по улице Володарского, вижу там активная стройка. Объясните, пожалуйста, мне, почему? Потому что задаются люди вопросами, есть разные мнения. Просто интересно и хотелось бы знать, что там происходит. На Володарского это здание станции скорой помощи, которое было раньше до организации центра. После организации центра это здание в основном центра экстренной медицинской помощи и медицинных катастроф. Там идет достройка корпуса, пристройка со стороны центральной районной больницы и будет настраиваться четвертый этаж. Это давняя была наша цель и мечта и спасибо нашим руководителям, что выделили на это деньги. Это острая необходимость. Почему? Потому что мы расширяем телекоммуникационные методы работы диагностики, то есть по приему кардиограмм. И у нас будут передаваться данные ультразвукового исследования, рентген данные. У нас будут консультанты, которые сейчас выезжают на районы. Это очень дорого. Смогут консультировать дистанционно в легких случаях. И для этого нужны площадя, потому что это все связано с расположением диагностической аппаратуры, которые требования есть определенные к расположению этой техники. И кроме того, у нас, поскольку сотрудники до этого работали и сейчас продолжают работать, ну просто иногда в нечеловеческие условия, когда в помещении, скажем, у нас сидит, вот скажем, те группы, которые сейчас у нас все эти компьютерные технологии развиваются и прочее, они просто сидят там между ними даже пройти нельзя. Я уже не говорю о бригадах, которые сидят, если вы зайдете туда, они сидят просто в коридоре. Они в коридоре принимают пищу, они в коридоре, там скажем, кофе заваривают себе, а должно быть помещение для приема пищи, для отдыха бригад, чтобы они могли там, скажем, просто элементарно посмотреть, может быть, телевизор, чтобы был чайник, микроволновка, разогреть себе какую-то еду, потому что люди работают в очень напряженном режиме. Поэтому вот такая мечта. Кроме того, почему возникла эта необходимость, у нас диспетчерская, центральная оперативная диспетчерская, она заняла практически половина этажа, и это был актовый зал такой, конференц-зал, которого теперь у нас нет, и мы не можем не провести занятия, не собраться на собрании никакого резкого, и, соответственно, уплотнились все остальные, кто там рядом были в кабинетах. Поэтому это очень острая необходимость, которая, ну, скажем так, почти решит проблемы с площадями. Не до конца, но почти решит проблемы с площадями. Как долго это все будет длиться? Ну, планируется, планируется это, мы планировали к дню медработника так, но вряд ли это, наверное, будет дню медработника, это, ну, мы планировали в начале. Я думаю, что осенью это будет сданно, наверное... Оборудование уже закуплено или оно запланировано закупаться? Нет, закупка оборудования идет постоянно, то есть все время что-то обновляется, а вот сейчас в Всемирный банк приезжала делегация к нам, и там определенное количество аппаратуры, мы подали заявку на то, чтобы иностранные спонсоры проспонсировали, и есть вероятность, что оно будет куплено. Часть оборудования уже есть, и у нас диагностический центр этот дистанционный работает, там принимаются кардиограммы, но он в упрощенном виде и тоже в таких сжатых условиях. Вот, когда будет достроено, мы немножко это сможем... То есть, если больной находится, например, в Хароле, специалист в Полтаве, он свободно может по кардиограмме уже какие-то делать выводы и рекомендации? Да, и не только, то есть вот, скажем, у нас есть врачи-консультанты, которые выезжают на районы оказывать помощь, это специалисты с областных учреждений, высококвалифицированные, и иногда от этого отказаться невозможно, то есть они едут для того, чтобы там оперировать и прочее, прочее, да. Очень тяжелый случай. Но важно, когда специалист уже едет, уже подготовлен и понимает, куда едет и зачем едет. Да, это одно, и второе, есть случаи, которые не такие тяжелые, скажем, да, и нужна просто консультация коллеги и осмотр пациента, который можно провести дистанционно. Весь мир так работает, и этого консультанта можно провести с дома, который он сядет перед экраном, он будет видеть своего коллегу, он будет видеть пациента, он может даже, если там идет операция, дистанционно присутствовать при операции. Я видел в фильмах такое, да. И причем он управляет камерой, которая стоит в лампе, и он может приблизить рану, вместо операционного поля, отдалить, что-то там сказать, что-то посоверить. Да, есть такие технологии, и мы сейчас очень загорелись этим, потому что проезжали представители Всемирного банка, которые тоже, мы подали эти предложения, детально разработанные их, это очень впечатлило, и это будущее из-за этим. К сожалению, мы отстаем, очень отстаем, это в мире уже есть. Вот, но если это будет, это будет просто и сэкономить колоссальные деньги, потому что, ну, каждая поездка специалиста, это транспорт, это зарплата водителя, это и командировка, это износ дорогостоящего автомобиля, который укомплектован, это зарплата самого консультанта, в общем, целая масса таких. А где-то около 30% этих вызовов может проводиться дистанционно, это гораздо дешевле. Ну, это серьезно, да. Ну, я думаю, что такие вещи нужны, будем надеяться, что вам максимально быстро удастся это все сделать. И я думаю, что не одну жизнь спасет именно вот такая ситуация. Поэтому я думаю, что стройтесь, это хорошо. Лучше строить, чем румать, чем разрушать. Тем более, что все зависит от этого, зависит здоровье многих из нас. Все у вас. Все, удачи. Спасибо, что пришли. Ну, будем надеяться, что чаще будет удаваться встречаться. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok